Свет в конце тоннеля есть, и он уже был кем-то найден. С кем-то нужно дружить, сеть, взять за руку и сказать, Володь, мы всех победим. Мы реально всех победим, брат. Все будет хорошо. Кому-то надо сказать, слышишь, ты не охренел, собрал себя в руки. Начинаем работу. Я за то, чтобы инвестировать в недовольных клиентов, потому что я верю в такую идею, что недовольный клиент – это главный наш промоутер. То есть, как создать в голове клиента ценность? Причем мы контролируем погоду, курс доллара, евро. Мы нифига на это не влияем, но есть иллюзия, что типа, если вот мы поговорим, попереживаем, мы все контролируем. Мне легче продавать тому, у кого есть интерес и боль. Так боль же есть, наверное, у всех. Увы, нет. Поподробнее тогда в этот момент. Друзья, подписывайтесь на канал 1С Битрикс для бизнеса. Друзья, здравствуйте. И снова проект «Битрикс24 спрашивает». И снова я с вами, тренер, психолог, коуч Михаил Москотин. Компания Business Relations. Москва, Россия, планета, земля. Это проект для предпринимателей, управленцев и всех тех, кто мечтает ими стать. Мы говорим на темы продаж, управления, коммуникаций. Мы обсуждаем вопросы мотивации персонала, открытия новых рынков. Немножко касаемся темы маркетинга. В общем, много-много тем и вопросов, которые сегодня актуальны, полезны и важны для малого, среднего и крупного бизнеса. И у нас сегодня новый гость, предприниматель Владимир Бурков. Владимир, здравствуйте. Всем привет, меня зовут Владимир Бурков. Я партнер группы компании «Бизнес Апгрейд». Мы занимаемся автоматизацией бизнес-процессов для малого, среднего, большого бизнеса на базе самых популярных CRM-систем, и в том числе CRM-системы «Битрикс24». Нам всего полтора года, но в городе Новосибирске, в котором мы работаем, мы стали топ-5 за это столь короткое время, хотя и вошли на этот рынок самыми последними. Сегодня приехал в Москву специально для того, чтобы задать Михаилу большое количество вопросов. связанных с мотивацией, связанных с удаленной работой, и самое главное, как во всем этом шуме информационном, связанной с всеобщей истерией по болезни, ни в коем случае не потерять бизнес и работать эффективно. Владимир, я знаю, у вас есть много вопросов, готов на них ответить. Да. Надеюсь, что не окажусь в тупике и буду вам полезен. Я очень-очень жду. Мы айтишники. Айтишники, ребята, сложные и простые в один прекрасный момент, потому что, ну, сложные непонятно, что мы делаем, вообще непонятно, а простые, потому что нам нужно платить много денег. И вот у нас, когда мы начинаем работать с каким-то клиентом, у нас есть такой очень серьезный вопрос. Как объяснить клиенту, что то, что мы делаем, и то, что он вообще никак не видит, ну, потому что он не видит работу программистов, стоит очень много денег? Как до него донести эту информацию? Может быть, есть какие-то методы оповещения его? Ну, вот что-то такое. И сейчас это, на самом деле, такая большая задача. Вот. Я понял. Это вопрос, Владимир, по факту относится к теме продаж. То есть, как продавать, то есть, как создать в голове клиента ценность? Того, что вы делаете. Может быть, здесь даже, когда мы уже продали, ну, то есть, клиент уже согласен, он все, окей, хорошо, и первый месяц он доволен и счастлив, а во втором месяце, когда приходит новый счет, он такой спрашивает, а что изменилось, а процесс программирования зачастую может быть, там, два-три месяца, и вот он не видит итогового конечного продукта и еще скоро не увидит, а деньги уже платить надо. Сколько идет проект? Три месяца, например? Ну, например, три месяца. То есть, итоговый продукт мы увидим через три месяца. Да, и понятно, что, во-первых, я вас не вижу, во-вторых, может, вы это за неделю, то есть, сделали-то уже на самом деле, а денег-то как? А специально? Ну, еще говорим, что все сложно. Конечно. Почему? Потому что клиент не чувствует себя компетентным в этой теме. То есть, если бы у меня был в штате айтишник, я бы у него спросил, там, не знаю, Кость, вот Володя вроде грамотно говорит, но я ничего в этом не понимаю. Скажи, это реально три месяца? И он мне говорит, Михаил, это реально три месяца, и реально будет работать пять специалистов, потому что там огромный объем работ, и это этих денег стоит. Все. То есть, этот парень эксперт, так же, как вы, но я этому парню доверяю. Ну, то есть, один из моментов, найти человека, который в теме на стороне клиента, и использовать его как некого ретранслятора. Конечно, конечно. Если у человека нет такого человека... Да, вот что здесь делать? Нет, тогда прописать, что вы делаете. На понятном языке, ну, не знаю, ребят, ну, вплоть по неделям. Неделя первая у нас вот это, мы пишем, там, не знаю, алгоритмы, мы делаем это. Я не знаю, я не спец в это. Неделя вторая мы делаем это. Например, я по факту с вами в одной ситуации. По факту это никак их не приблизить или не удалить от результата. Но в этот момент у них есть иллюзия контроля и ощущение спокойствия. Что, типа, этот парень понимает, что он будет делать, этот парень... То есть, у людей есть привычка все контролировать. Да. Тем более у собственников. Конечно. Причем мы контролируем погоду, курс доллара, евро. Мы нифига на это не влияем, но есть иллюзия, что, типа, если вот мы поговорим, попереживаем, мы все контролируем. И вот здесь это нужно понимать, что есть люди, у которых есть ощущение контроля. И им нужно подрядчика такого же, который сможет это контролить, как минимум визуализацию объяснить. Да, поэтому здесь точно не надо сопротивляться. Как вариант тогда решения, то, которое мы сделали первое. Мы, в общем, каждое утро, просто вот эти группы, которые мы создаем в социальных сетях, либо группы в мессенджерах, просто условно в трех строчках пишем. Первая строчка, что мы сделали за вчера. Вторая строчка, что мы планируем сделать за сегодня. Третья строчка, отличного вам всем дня. Да, при этом, Владимир, я могу предположить, что многие после того, как один-два дня посмотрят этот чат, прекращают. Потому что у них эго успокоилось. Все, эти парни работают. Я в любой момент могу раз, зашел, посмотрел. Алло, алло, Владимир, а что вот тут? То есть успокоить. И там четкий отчет. Да, и все. Ну, если ему это, он клиент, он имеет право. То есть это больше в эмоции, нежели чем в логику, насколько я понимаю. Да, да. Поэтому вот как-то так. Хорошо, спасибо. Да, пожалуйста. Давайте дальше. Дальше. Клиент, все отработали. Ну, все клиенты разные. Ну, и работа с каждым клиентом индивидуальная. Давайте представим практическую нереальную ситуацию, клиент недоволен. Почему нереальная? Она может быть вполне реальная. Я говорю на камеру, и поэтому практически нереальная ситуация. Хорошо. У нас с Владимиром не бывает недоволен, клиент. Давайте создадим иллюзию и будем в нее верить вдвоем. Ага. Итак, вот он есть. Мы понимаем, что он может генерить большой финансовый поток. Мы понимаем, что у него есть большое количество каких-то денег. Но по итогу первичной работы он остался недоволен. Есть ли вообще смысл инвестировать в него большие ресурсы для того, чтобы увеличить его лояльность, для того, чтобы через какое-то время, а мы не понимаем какое, начать с ним работать? Или все-таки, дай тебе Бог, не получилось с нами, получится с кем-нибудь других, мы еще кого-нибудь найдем? Я за то, чтобы инвестировать в недовольных клиентов. И я за то, чтобы из недовольных клиентов делать лояльных. Потому что я верю в такую идею, что недовольный клиент – это главный наш промоутер. Ну, он говорит о нас всем. Вы про это имеете? Да. И здесь очень важно, что он в итоге будет про нас говорить. Что они уроды-уроды, мы ими недовольны, а он пойдет и будет говорить. Ну. Или то, что я был недоволен, но эти ребята… В итоге сделали то, что… В итоге сделали все по красоте, они молодцы. Мне кажется, недовольный клиент… Самое страшное – это когда клиент недоволен, а мы об этом не знаем. Вот это страшно для бизнеса. Да. Первое – снять обратную связь и понять, чем недовольны. Угу. Потому что тут же вопрос еще и ответственности. Угу. Есть люди, которые… И их большинство, к сожалению, на этой планете, которые, если все хорошо, это кто сделал? Ну, я. Само собой. А если лажа, это… Мы. Да. И вот здесь очень важно встретиться, сесть и прямо поговорить. Угу. По этому пункту все окей? Окей. По этому пункту все окей? Окей. То есть мы как подрядчики, мы как исполнители, мы как компания, которая продала вам продукт или услуг, мы со своей стороны все сделали. Вот к нам есть… Конкретно поэтому. Конструктивно, Володь, конструктивно. И если есть, признаем, извиняемся, исправляем, благодарим и делаем вау-эффект. Угу. Понимаю, о чем вы говорите, да. Если неконструктивно, тогда успокаиваем эмоционально что-то еще. И если недовольны своей какой-то внутрянкой, ну, например, вы все это сделали, вы все это внедрили, а люди не пользуются. Это… Да, это отдельный вопрос. Да, это внутреннее сопротивление, это сплошь и рядом. Здесь ваша совесть чиста. То есть вы ок, вы все сделали. То есть мы ок. Да нет, ребят, к вам все хорошо, но, блин, вы же говорили, что оно будет само работать. А сотрудники-то как бы… А вот тут у нас… Включать-то я кто-то должен уже хотел. Да, да, да. И здесь, например, я бы точно поддержал клиентов, как сделать так, чтобы сотрудники вовлечены были, это, это, это. Я понимаю, что это, может быть, не ваша сфера, это больше наша сфера. Да, это вопрос консалтинга. Вопрос консалтинга. Но, тем не менее, вы же можете дать какие-то рекомендации. Конечно. Из опыта. Вы знаете, вы у нас уже седьмые, у кого похожая ситуация. Вот как поступили наши клиенты. Дын-ды-дын-ды-дын-ды-дын. В этот момент вы его успокаиваете, вы его поддерживаете, даете ему инструменты. Свет в конце тоннеля есть? Да. И он уже был кем-то найден? А может быть, вы дадите чей-то контакт, кто, например, может им помочь вот в этом вопросе, там, что делать сотрудники? Ну, не знаю. Визиточку бизнес-релейшнс, которая работает с отношением сотрудников. Дадите потом. Да, обменяемся в конце общения. Поэтому вот я бы, наверное, вот так поступил. Хорошо. Вот как-то так. Все, понял. Давайте теперь по сотрудникам. Да. Ребята, айтишники, вы же психолог. Да, в том числе. Руководитель в такой компании, он больше друг? Ну, потому что, ну, есть такие смежные. Ты можешь быть и другом, и руководителем, пока компания вроде бы небольшая, и это еще возможно каким-то образом совмещать. Но либо ты в один прекрасный момент перейдешь к тому, что тебе могут сесть на шею, потому что ты дружишь со всеми, да? Либо в один прекрасный момент ты будешь слишком каким-то тираном, который просто дает задачи. Понятно, что истина где-то посередине, и тем не менее понять, в какую сторону больше смещается. Это все-таки человек достаточно четкий и конкретный, который дает задачи, либо это человек четкий и конкретный, но в сторону именно людского чего-то хорошего. В этом проблема многих руководителей. Они думают, что им нужно выбрать какую-то определенную модель или стиль и на нем ехать. На этой модели, на ней ехать или на этом стиле на нем ехать. И многие так и делают. Поэтому я всем руководителям рекомендую, будьте разными. С кем-то нужно дружить, сесть, взять за руку и сказать, Володь, мы всех победим, мы реально всех победим, бра, все будет хорошо. Кому-то надо сказать, слышишь, ты не охренел, собрал себя в руки, начинаем работать. С кем-то нужно коротко и по существу, с кем-то нужно попить чай с чабрецом, кому-то нужно ставить конкретную задачу, а кому-то нужно просто сказать, сделай, как ты можешь, потому что кроме тебя это никто не сделает, он пойдет и сделает. То есть мастерство заключается в том, чтобы самому быть разным. Это, знаете, есть такая фраза, я не знаю, кто ее сказал, там, приписывают разным великим людям. Я очень люблю клубнику, но когда я иду на рыбалку, копаю червей. Какая разница, какой я по типологии, по психотипу, какой я по темпераменту, какая разница? Если я грамотный руководитель, я должен подстраиваться. Конечно. Я подстраиваюсь под каждого клиента, я подстраиваюсь под каждого сотрудника, я подстраиваюсь под каждого знакомого и незнакомого человека. Все зависит от моей цели, какая у меня цель. Я с одним могу прийти, пять минут поговорить, четко по существу, как робот, как айтишник. И он мне скажет, Михаил, как приятно с вами работать. Я говорю, а мне как и приятно. Пожали руку, разошлись. А с другим можно два часа сидеть, разговаривать, болтать, рассказывать историю. И пьянники едим, и баранки едим, и про детей рассказываем, и про рыбалку, и про охоту, и про доминикану, и про автомобили. И через два часа он говорит, а ты чего приезжал-то? Я говорю, ну я вообще-то хотел. Он говорит, давай подпишу, с тобой так приятно работать. И вот то же самое с сотрудниками. Люди же. Да, то есть если это приносит результат, я просто продолжаю это делать. Если это не приносит результат с этим сотрудником, то мне нужно менять что-то в себе, в своем подходе к этому сотруднику. Я вот так на это смотрю. Хорошо. Вернемся к клиентам. Обычно, ну, есть маленькая компания, в которой зачастую все решения принимает только собственник. Есть там средняя компания, где собственник, там какие-то среднее звено, и есть там большой федеральный крупный бизнес, где собственник вообще не критичен, там, словно на 1-2 миллиона рублей. У меня к вам вопрос. Понимаю, что это всегда от компании, и компания зависит, ну, а вам, кому самому интереснее и легче продавать? Самому большому-большому-большому собственнику? Среднему такому, либо топ-менеджеру, либо вот работать с небольшими компаниями, но которые, по факту, готовы работать с вами. Я понял. Владимир, мне легче продавать тому, у кого есть интерес и боль. Так боль же есть, наверное, у всех. Увы, нет. Поподробнее тогда в этот момент. У меня один раз был тренинг, один раз, когда я понимал, что этот тренинг нафиг никому не нужен. То есть я в зале единственный человек, кто заинтересован в результате. Потому что... И это, на мой взгляд, самая неэффективная история. Когда я просто открыл, говорю, ребят, вы понимаете, что вашему собственнику это нафиг не надо, он просто это делает, вот, ну, вы сказали, надо, ладно. Вам это не... То есть все в сопротивлении. У всех и так все хорошо. А когда у всех все хорошо, я всегда говорю простую фразу. Продолжайте. Просто делайте то же самое. Просто делайте. Значит, вы все делаете эффективно, качественно, правильно, нормально, адекватно. Продолжайте. И я помню, это был очень непростой тренинг, но мне удалось в первый день переломить ситуацию и заинтересовать людей. То есть показать выгоду данной ситуации. Я предлагал разойтись несколько раз. Я говорю, ребят, давайте закроем. Ну, все же хорошо. Ну, правда, закроем просто историю, вернем деньги и все. Ну, зачем? Зачем тратить ваше время, ваши деньги, зачем тратить мое время? Я не люблю в нецелостной истории играть. Поэтому мне всегда легче с теми, кто заинтересован. У меня бывали ситуации, когда я сижу с топ-менеджером. Он говорит, Михаил, я вижу боли бизнеса. Я понимаю, что вы единственный, кто может это решить. Помогите, надо вовлечь в это собственника. И мы вместе идем к собственнику. Были другие ситуации, когда собственник говорит, Михаил, я понимаю, что вы моя последняя надежда. Я до топов достучаться не могу. Я достучаться не могу до топов уже. Это вроде бред. Вроде мои сотрудники, блин, я их нанял, я им плачу деньги, а они меня руки выкручивают и просто не делают то, что я считаю нужным. И я тогда с ним заодно. У меня были случаи, когда линейные сотрудники, ок, и они мне на тренинг говорили, Михаил, вот то, что вы говорите, расскажите нашим руководителям и нашему собственнику, потому что это пипец. Мы про одно, а там про другое. А там совершенно... Да, и поэтому, например, когда мы продаем наши продукты, мы всегда говорим, конечно, в идеале, в идеале начинать с собственника. Ну, в идеале. Потому что он это все каскадирует вниз, там топы, минус первый уровень, дальше, 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 дальше. Это в идеале. У нас были проекты, когда мы начинали с собственными стопами и еще запускали такую историю «Снежный ком». Ну, типа лавина какой-то, да. Да, лавина, когда расширивали эту корпоративную культуру на всю команду, на всю компанию. Поэтому вот, наверное, здесь мне не важна должность человека, статус, количество денег. Мне важно, чтобы человек понимал, а, что у него есть боль, и он готов был с этим что-то делать. Просто некоторые понимают, что есть боль, но не готовы с этим ничего делать. Это тоже бывает, такие ситуации. Поэтому вот, наверное, вот так. Да, хорошо. Тогда такой момент. Есть система KPI, которая подразумевает под собой, все-таки, ну, большое, для того, чтобы ее эффективно отслеживать, она подразумевает под собой именно большее количество показателей. От пяти до восьми. Ну, в среднем. Я просто бывший банковский сотрудник, бывший, и у нас-то вот эта вещь там 8-18 KPI всяких разных. И тем не менее, я, кстати, работала. Вот я понимаю о том, что все равно там момент какой-то серьезности, ты за ними следишь и всех. Сейчас, когда бизнес, ну, небольшой еще, и мы понимаем о том, что, ну, нет равноудаленных сотрудников далеко. Хотя, ну, кроме сейчас. Вот что вот лучше, по вашему мнению, все-таки это система окладная плюс процент? Либо, когда мы вот говорим именно про услуги, про выполнение, либо это все-таки какая-то система KPI? Я видел эффективные модели, где система KPI была просто идеальным решением. Я видел эффективные модели, где у людей все очень просто. Поэтому здесь однозначного решения точно нет. Я не скажу, что лучше для вас, потому что нужно вникать в бизнес-процессы, вообще, как у вас все устроено. Но я всегда за то, чтобы упрощать. Вот это, знаете, как с безумным количеством отчетов во многих компаниях. При этом у меня есть такой кейс, когда я в одной компании, люди писали портрет дня, фотографию дня ежедневно. Ой, это вот когда 8, 9 утра, 10. Да, 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 да. При этом самое страшное, что они понимали, что это никому не нужно, никто это не смотрит. Руководитель понимал, что они это делают формально, но они каждый день на это тратили от 15 до 30 минут. Самое страшное, что они это распечатывали. Еще бумага? Сдавали. И был человек, который отвечал за архив. Всех вот этих дней? Да. То есть это условно, это была уже практически какая-то комната, заполненная вот этой муклатурой. То есть сколько они тратили денег на бумагу, сколько времени. И когда мы стали разбираться, я говорю, ребят, зачем? А по факту собственник говорит, ну это вот иллюзия контроля. Которая мне непосредственно. Да, которая мне непосредственно нужна. То есть они как-нибудь действуют неэффективно. Ну конечно. И когда мы стали разбирать, что на этих весах, на этой чаши, что на этой, он понял, что он просто, ну, сказал, ребят, с завтрашнего дня мы перестаем это делать. И все были счастливы. И вот то же самое с показателями и с отчетами. Я за то, чтобы сесть и подумать, а какие показатели для меня самые главные сейчас. И через них выстроить мотивацию. А какая информация мне нужна по моему бизнесу сейчас. Вот на данном этапе. С таким количеством людей, с таким количеством клиентов, с таким количеством денег. А дальше от роста компании уже увеличивать, менять систему мотивации, систему отчетов. Вот я вот за такой подход. Хорошо. Ну и заключительный. Мой преподаватель по дипломной работе в свое время мне сказал, встречай шумного человека, спроси его три книги, которые надо прочитать. Поэтому не примену. Я за прошлый год прочитал 52 книги. Это был мой челлендж по одной книге в неделю. Я не просто их читал, я выкладывал отзывы в социальные сети. У меня был мой рейтинг книг. Если говорить вообще в целом про книги, я всегда вспоминаю книгу «Семь навыков высокоэффективных людей». «Семь навыков». Да, конечно. Я считаю, что это книга, которая не зря была признана лучшей книгой, лучшая бизнес-книга 20 века. Ее читали президенты, бизнесмены, политики, управленцы, священники. Там очень много полезных инструментов. Я про Кови. Я вот очень его люблю. Последний год я подсел на Андрея Курпатова. Это «Красная таблетка». Да. Это «Чертоги разума». Это «Четвертая мировая». Просто вот... То есть вот Курпатов точно. «Сапиенс» – прекрасная книга. Произвела очень интересное на меня необычное впечатление. Причем я после того, как прочитал книгу, почитал отзывы. Отзывы очень полярные. Все половина хвалит, половина говорит, что это... И это как с моим любимым Лия Кока, лучший менеджер 20 века, с моей точки зрения. Я узнал такой факт, что американцы разделились на два лагеря. Кто-то считает, что Лия Кока гений. Смотрели «Форд против Феррари». Да, конечно. Вот там Лия Кока молодой. Вот, он там, который был за наших парней. Вот, который нормальный. Вот. Отчасти американцы считают Лия Кока мошенником, там, аферистами, что он вообще там неэффективный, и он развалил там несколько бизнесов. Поэтому, когда мнения полярные, я точно в эту историю иду. Я считаю, что мне нужно посмотреть, почитать. Ну, тогда с моей стороны вам рекомендация. Опять же, это мне в свое время порекомендовали. Есть такой писатель, называется Джеймс Клавл. И он написал произведение, которое называется «Король крыс». Краткая преамбула. Вторая мировая война. Лагерь военнопленных Японии, в который попадали огромнейшее количество военнослужащих всех стран, которых японцы, соответственно, брали в плен. И уровень жизни в этом лагере был настолько ужасен, что, ну, люди просто умирали. Это было не Освенцим, но это была более жаркая, тропическая вещь. И люди были отвратительно, в ней жили отвратительно, ели отвратительно, и все. И история про одного капитана американской авиации, который при этом, при всем, у него было три разных пары одежды, у него всегда была еда, у него даже было мясо. Как он занимался торговлей. Вот непосредственно, там, искренне рекомендую. Как называется? Джеймс Клавл. Король крыс. Король крыс. Виктор Франкл. Человек в поиске смысла и скажи жизни да. Две великих книги, с моей точки зрения. Скажи жизни да, абсолютно согласен. Очень крутая. А вот вторая еще раз. Скажи жизни да и Человек в поиске смысла. У него больше книг, но я просто читал только две. И когда я читал про ужасы концлагеря, как люди там это проходили, ну, я читал в самолете. Жесткое переживание вообще вот такое. Вот так, комок, слезы. Почему это не так? Класс. Тогда спасибо. Да, спасибо огромное. Мне было интересно пообщаться. Было интересно взаимно. Ну что, друзья. Вот еще одна серия нашего проекта Bittrex24 спрашивает подошла к концу. Мне очень понравилось общаться с нашим гостем. Мы обсудили тему мотивации, работы на удаленке, клиентов, клиентоориентированности. В общем, все то, что важно и ценно каждому из вас, если вы нас смотрите уже не первый раз. Увидимся в следующий вторник. Спасибо вам огромное, что вы нас смотрите. Владимир, еще раз жму вам руку. Спасибо большое. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо большое. Спасибо, что позвали. Друзья, напоминаю, что каждый из вас герой. Те, кто занимаются бизнесом, управляют людьми, вы герои. Вы великие, вы молодцы, вы что-то создаете в этом мире, в этой стране. Я за то, чтобы мы не потребляли, а за то, что что-то создавали, улучшали и добавляли. Берегите себя и своих близких. Увидимся в следующий вторник. Пока. Ну, слушайте, это был интересный опыт. Это был, во-первых, волнительный опыт, когда ты задаешь те вопросы, которые тебя интересуют, и получаешь на них достаточно четкие и, самое главное, полезные для тебя ответы. Михаилу огромное спасибо. BitX24, огромное спасибо, что проводите такие вещи и организовываете их для своих партнеров. Всем удачи. Ни в коем случае не паникуйте. Всех обязательно победим. Друзья, подписывайтесь на канал для бизнеса и получайте готовые инсайты от лучших экспертов и специалистов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok